Здравствуйте, в эфире Вести. СССР больше нет. 80-е годы. Уже появился Тетрис, а в стране пустые прилавки и жесточайший кризис. Перестройка идёт полным ходом, но проводимые реформы результата не приносят. Некогда союзные республики стремятся к большей автономии и независимости от союзного центра. Начинается гражданская война. Смогут ли два гения коммуниста восстановить союз? Сегодня у нас карта бывшего Советского Союза. Каждой отделившейся республике мы посадим пару бедолаг. Двоих забросим в Казахстан, и у меня сразу возникает вопрос, почему в World Box до сих пор не добавили лошадей. Давайте все дружно представим, что это лошадь. Ещё двоих бедолаг засовываем в Узбекистан. Ещё двое отлетают у нас в Туркменистан, Киргизию, ну и двое в Таджикистан. Таджиком родился, таджиком умру. Двоих забрасываем в Украину, в Молдову, Беларусь, в Литву, Латвию и Эстонию. Теперь поистине начинается разрыв моего шоколадного. На Кавказе их будет заспавнить реально непросто. Двое отлетают в Азербайджан, в Армению. На месте Грузии непонятные горы, но давайте засунем их где-нибудь вот здесь. Ну и представим, что здесь Абхазия, Осетия. И, конечно же, двоих закидываем в Россию. Пускай покайфуют где-нибудь в центральной России. А теперь нам нужно определиться, куда мы засунем наших двух гениев-коммунистов. Неспоставимые вещи, конечно. Их мы закидываем в Самару. Ой, Самара-городок. Но в итоге произошло то, что я и ожидал. Масштаб-карты довольно маленький, поселения расположены очень близко друг к другу, и из-за этого некоторые из них объединились. Например, на Кавказе появилось одно целое королевство. Молдова также пропала, она объединилась с Украиной. В Беларуси тоже какие-то странности происходят. Но как бы то ни было, все эти королевства необходимо переименовать. В итоге у нас получилось следующее. Узбекистан, к сожалению, пропал и, скорее всего, не появится. Потому что если я здесь спавню двоих узбеков, они разбегаются в другие республики. Вот они, наши два коммуниста. Им необходимо выдать соответствующие черты. Это, во-первых, гений, ну и, конечно же, коммунист. Их поселения тоже переименую. Ну, заодно я слоган поменяю. Ну и настала пора мировых законов. Включаем разгневанных жителей. Голод и старость на этот раз убирать не буду. Природные катаклизмы также оставлю, но другие бедствия от ключа. В России выявилась палатка и даже первый дом. В Бибалтике все намного хуже. У них имеется только одна палатка. Строится вторая, судя по всему. А вот домов еще нет. В Беларуси имеется три палатки. В Украине одна палатка. На Кавказе также две палатки. В Казахстане три. В Туркменистане две. В Таджикистане одна. А в Кыргызстане вообще ноль. Без понятия, чем они тут занимаются. Но у коммунистов тоже палаток не имеется. Они успели построить только костер. И на данный момент 100% лидером по населению является Беларусь. Следом идет Россия, Казахстан, Туркменистан, Кавказ и Таджикистан. А остальные республики серьезно отстают. Вот и у коммунистов появился первый дом. В России же в это время прокладывают дороги. Они завелись тремя домами первого уровня. Картошку сажать, конечно, занятие тоже полезное. Но и дороги пропахивать тоже необходимо. При Балтике, кстати, тоже дом первого уровня появился. Украина тем временем по-прежнему живет в палатках. Если попадем, заживем тогда... На Кавказе также появился дом первого уровня. В Туркменистане по-прежнему живут в аулах. Но зато начали проводить дороги. Это, в принципе, они умеют, практикуют. Казахстане также палатки, но и дороги появились. А Кыргызстан, Таджикистан по-прежнему обитают в палатках. По располучению знаний у коммунистов 3,8. Уровень культуры 7. За 10 лет они успели изучить дороги, мельницы, дома второго уровня, острые топоры, производство оружия и мечи. Россия имеет скорость получения знаний 1,8. Уровень культуры у нее 9. Изучили шахту, дороги, мельницы, дома третьего уровня, острые топоры, производство оружия и мечи. На данный момент изучают порты. Правда, где они собрались их строить, я не очень врубаюсь. Беларусь, которая лидер по популяции, имеет скорость получения знаний 1,8. Изучили порты, дороги, мельницы, дома третьего уровня, острые топоры, торговлю, производство оружия и мечи. Со временем на улицах королевство начало веять запахом свежего хлеба. Начали появляться первые мельницы. Ими уже могут похвастаться коммунисты, Россия, а также Беларусь. Вообще, белорусы показывают реальный уровень. Помимо того, что на их территории огромное количество палаток, мельницы, дороги, а также дома первого уровня, у них появился первый порт. Это первое государство, которое успело им обзавестись. Так помимо этого, они уже спустили лодку на воду. И теперь Россия, Прибалтика и Беларусь имеют общую границу. Общую границу также имеет Кыргызстан, Таджикистан. Ну и казахи практически дошли до Кыргызстана. А следом портом обзаводится, кто бы вы думали, стартует помойный аукцион. Делайте ставки, господа. Таджикистан, блять. Кто бы мог подумать. Но действительно, Таджикистан с населением 10 человек уже успел обзавестись портом. Из-за того, что карта полностью заполнена водой, это возможно. Поэтому засчитываем. На втором месте находятся коммунисты, а на третьем Россия. Беларусь заимела первую ратушу в мире. И расположилась она почему-то в Литве. А вот в Туркменистане построили мельницу в степи. У коммунистов также появилась ратуша. А вот в России помимо ратуши появилась и первая шахта. Они даже успели провести от нее дорогу до мельницы. Вообще, в поселении уже не осталось палаты. Все они прокачаны хотя бы до дома первого уровня. Но вообще, у них уже появились и дома третьего. То же самое мы наблюдаем в поселении беларусов. У них уже есть дома третьего уровня, а также они построили шахту. А вот Прибалтика обзавелась новой мельницей. Все-таки продовольствие действительно важно. Голод мы все же оставили включенным. Беларусь основывает новое поселение Черноморского побережья. Буквально от хапа в территорию России. Россия, кстати, также основывает новое поселение. А следом за ней коммунисты. И залезли они уже примерно в Екатеринбург. Построив здесь костер, палатку и дом первого уровня. Беларусь, кстати, стала первой республикой, популяция которой перевалила за 50 человек. И на данный момент составляет уже 64. Следом за ней следовала Россия. Но в итоге всех обогнали коммунисты. Возможно, я заспаунил китайцев, потому что плодятся наши коммуняки действительно очень быстро. А тем временем на территории бывшего союзного государства образовался первый альянс. Которые вошли Кавказ и Туркменистан. Я не удивлюсь, если скоро на этой территории образуется Великий Туран. Все-таки влияние Турции на политику Кавказа и Средней Азии неоспоримо. А Украина оказалась зажата Белоруссией и Россией со всех сторон. Своей новой колонии Россия уже успела построить два дома первого уровня и три палатки. Они также начали проводить здесь дороги. Своей столице прокачали ратушу до второго уровня. Тем же самым занялась и Беларусь. Популяция которой уже перевалила за сотню. И она снова опережает все республики. На их территории также появился первый порт. И даже был сконструирован первый парусник. Своё второе поселение они также усиленно прокачивают. Здесь уже появилась мельница, ратуша, пирс, огромнейшее количество палаток, а также шахта. Во втором поселении Россия развела ратушу. Но её расположение вызывает у меня некоторые вопросы. Просто разместили ратушу в клеточке прямо на границе с Беларусью. Я конечно понимаю, союзное государство, все дела. Но всё же это довольно опасно. К 30-му году Украина, Беларусь, коммунисты и Туркменистан основали новые поселения. Украина разместилась в Ленинградской области. А вот Беларусь залезла в Архангельскую область. Коммунисты продолжают расширяться на Пермский край. Прибалтика основывает своё поселение в Вологодской области. Построили же костёры, несколько домов. А Кавказ, эм... Ну они заняли сразу несколько регионов. А вот туркмены решили заселять Казахстан. К 30-му году Украина, Прибалтика, Беларусь, коммунисты, Кавказ, а также Туркменистан основывают новые поселения. В Казахстане происходят какие-то странности. Возможно, им действительно нужно было заспавнить лошадей. То ли из-за нехватки еды, или же древесины, они не могут увеличить свою популяцию. Вот уже 20 лет их популяция практически стоит на месте. То же самое происходит и с киргизами. Что они, что и казахи так и не построили мельницу своей республики. У них имеются дома первого уровня и дороги. Но кроме этого у них совершенно ничего нет. Либо же они ждут, когда к ним придут коммунисты и принесут им свет цивилизации. Но ситуация, конечно, плачевная. Или покажите коммунизм. Или идите на хуй. А тем временем Россия основывает новое поселение в Кирове. Они здесь уже успели построить костер и дома первого уровня. А также начали проводить дороги. Прибалтика также развивает свое второе поселение. Помимо дорог и домов первого уровня, здесь уже появилась ратуша, а также мельница. В Беларуси начали появляться дома четвертого уровня. Так же, как и в России. На своей территории Матушка Русь также обзавелась второй шахтой. На Кавказе все довольно грустно. У них имеется мельница, дома первого уровня и дороги. Но ратуши они по-прежнему не имеют. А Беларусь же во втором поселении прокачала ратушу до второго уровня. А также возвела второй порт. В Украине он тоже появился, прямо как и ратуша второго уровня. Коммунисты, как обычно, развлекаются с грибами. Ничего нового. Они стремительно продолжают продвигаться в Сибирь. И основывают новое поселение Свердловской области. Уже три палатки здесь построили, а также дом первого уровня. Беларусь же разом основывает два новых поселения в республике Коми. В первом построили костер, дом первого уровня и несколько палаток. А во втором только один дом и одну палатку. Таджики, беря пример с Туркменистана, отбирают территорию казахов. И основывают новое поселение. Которое уже неплохо прокачали, успев построить здесь даже мельницу. Туркменистан уже начал заходить на территорию России. В том поселении не построили дома второго уровня, ратушу, а также мельницу. Прибалтика же начала заселять Кольский полуостров. В новом поселении они провели дороги, построили ратушу, дома первого уровня, а также мельницу. Кавказ пытается не отставать и основывает новое поселение. Он также начинает продвигаться вглубь России. Казахстан, понимая, что его полностью окружили, принимает решение основывать новое поселение на территории России. Где-то в Хантамансийском округе. Союз Туркменистана и Кавказа продолжает жить. Их объединение уже 22 года. Общая численность населения 312 человек. Армия насчитывает 72 человека. Еще один альянс появился в Средней Азии. В него вошли Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан. Их общая численность 161 человек. Войнов у них всего 20. Ну и, кстати, популяция казахов немного увеличилась. Теперь их полтосик. Лидером по населению по-прежнему является Беларусь. Ее популяция 312 человек. А следом за ней идут коммунисты с населением 302. У коммунистов по-прежнему нет ни одной ратуши второго уровня. Беларусь имеет скорость получения знаний 13,3. Уровень культуры 30. Они изучили торговые и транспортные лодки, статуи, колодцы, трансформацию и скорость культуры. Дома пятого уровня, жилищный вопрос первого, получение знаний первого, эффективность копания, торговля, эффективность торговли. А из оружия топор, лук, молот, копье, а также меч. А также у них уже появилось одно редкое знание. Знание предков. Коммунисты имеют скорость получения знаний 15. Уровень культуры 30. Они изучили торговые и транспортные лодки, казармы, статуи, храмы. Чего, блядь? Православные коммунисты Гойда. Трансформацию и скорость культуры первого. Дом пятого. Жилищный вопрос первого. Получение знаний. Огромнейшее количество материалов. Эффективность копания. Молот, копье и меч. А также контроль второго. И помимо этого у них есть два редких знания. Путь жизни, благодаря которому юниты живут на 10 лет дольше. А также оружейное дело, которое повышает продуктивность создания оружия. Россия у нас имеет скорость получения знаний 4. Уровень культуры 21. Они также изучили транспортные и торговые лодки, трансформацию культуры первого, дома пятого, жилищный вопрос первого, довольно большое количество материалов, молот, а также меч. Популяция Беларуси перевалилась за 400. Таджики основывают новое поселение в Новосибирске. Здесь они успели построить только костер и наложить кирпичей. Коммунисты только что объявили войну России. Наши сладкие левачки превосходят Россию по популяции практически на 100 человек. Первые дивизии коммунистов уже двинулись к границе. Правда, первые столкновения происходят на их территории. Первая дивизия уже зашла в одно поселение и полностью его захватила. Россия также направляет несколько своих дивизий в столицу коммунистов. Тяжелые столкновения наблюдаются на границе, по итогам которых коммунисты теряют свою столицу, но направляют дополнительные дивизии и пытаются вернуть эту территорию под свой контроль. Они подожгли город в России, из-за чего огонь уничтожил всю пшеницу. Коммунисты катком прокатываются по России и захватывают еще одно поселение. А тем временем еще одно жаркое противостояние разгорается в Средней Азии. Туркменистан объявил войну Казахстану и уже захватил одно поселение. Как вы помните, Туркменистан состоит в союзе с Кавказом. В итоге они вдвоем направляют свою дивизию в сторону казахов. На границе уже начали происходить первые стычки, и довольно быстро столица казахов падает. Следом своей дивизии они посылают союзный Таджикистан и Кыргызстан. Начался настоящий век войн. Беларусь объявляет войну Украине. Ну что, ребята, львов за три дня? Спойлеры на 25-й продолжаются. В итоге все поселения Украины забираются в Беларусь. Но по итогам войн лидером по населению оказываются коммунисты. Они, кстати, по-прежнему не имеют выхода к воде. Это значит, что у них совершенно нет флота. Вообще, я жду, когда кто-нибудь додумается отправить своих поселенцев на Дальний Восток. Больше половины России еще пустует. Туркменистан только что основывает два новых поселения. А следом за ними Таджикистан основывает одно поселение. У них уже появилось по костру. Не прошло и пары лет коммунисты снова готовятся к войне. Они вновь уступают беларусам по количеству поселенцев. Коммунисты объявили войну Прибалтике. Столкновение происходит на территории коммунистов. Они сразу же отдают одно поселение Прибалтике. Но следом возвращают его. Направляют несколько своей дивизий в следующее поселение Прибалтике. И также успешно его захватывают. Следом Прибалтика захватывают бывшую столицу России. А коммунисты направляют свои дивизии в Мурманск. Альянс «Одна кровь» объявляет войну Таджикистану. Моментально захватывают два поселения. У таджиков остается один малюсенький город. Но в него уже следует несколько союзных дивизий. Коммунисты кровью прорывают себе выход к морю. Захватывают Прибалтику. И вновь идут на Кольский полуостров. Таджикистан был стерт с карты. Коммунисты захватывают последнее поселение Прибалтов. И Прибалты, как бы они ненавидели Советский Союз, снова следуют идеям Маркса и дедушки Ленина. Анекдот какой-то. Лидером по популяции в мире по-прежнему являются белорусы. Их население 996 человек. Следом идут коммунисты с населением 925. Далее Туркменистан с населением 757. А закрывает топ Кавказ. У них 412 граждан. На территории белорусов, а именно на территории бывшей Украины, начали появляться казармы. В своем поселении Черноморского побережья они прокачали ратушу до второго уровня. Помимо этого на их территории начали появляться вот такие фонтаны. В Ленинградской области также появился порт в Кронштадте, дома 3-4 уровня и ратуша 2. Коммунисты в Карелии успели построить порт. У Кавказа, кстати, имеется анклав прям в сердце коммунистов. Это кавказское поселение полностью окружено марксистами. Интересно, как скоро они объявят войну. Уж очень хочется посетовать на развитие красных. Все их исторические поселения крайне слабо развиты. Ратуши первого, дома второго уровня. Казарм на их территории также не имеется. Соответственно, никакую боевую подготовку их дивизий не проходит. Осознает ли вождь народов, что в скором времени им придется схлыснуть мечи? Либо с хорошо развитой Белоруссией, население которого уже перевалило за тысячу, либо же союзом однокровь. Население которого, кстати, практически 1200. И если брать в расчет общее население Альянса, то коммунисты занимают далеко не второе место, а последнее. Но, видимо, вождь марксистов далеко не дальновидный. А зовут его, кстати, Рама Васильев. Следом потолок в тысячу человек перешли коммунисты. Их население начало увеличиваться быстрыми темпами. Чем это связано, пока сказать сложно. Но, кстати, на их территории начали появляться статуи. У белорусов просто гигантское количество портов и кораблей. А корабли в данном веке являются серьезным орудием, которые могут спокойно переломить ход сражения. Благодаря своим внушительным характеристикам. А также на территории Беларуси начали появляться башни-близнецы. У Кавказа появился свой порт, шахты и казарма. Туркменистан особо не вкладывался в жилищный вопрос. Они даже хрущевок не построили, а решили жить по-прежнему в бараках. Зато у них появились мельницы и шахты. И даже ратуши второго уровня есть. Но, беря пример с белорусов, они начали строить свой флот. Только на юго-востоке мы можем насчитать уже 4 функционирующих порта. Новое поселение Туркменистан основывает в Красноярском крае. Успели построить костер, несколько домов и даже шахту. И, как вы видите, некоторые из них уже бегают с винтовками. Вообще, во всех государствах начали появляться военные располаги. И, если честно, их безумно много. Также в Туркменистане появились новые порты. Они возвели просто огромнейшее количество танковых заводов. Также в их цивилизации была изучена технология по строительству бункеров. Чем, в принципе, они стали заниматься. Эту же технологию они передали Кавказской республике, как и технологию по строительству танковых заводов. Чем она, в принципе, и успешно начала заниматься. Кавказ в это время исследовал авиацию. Так, я заметил завод по производству самолётов в одном из их поселений. Строения из нового века появились также и в Беларуси. Помимо военных располаг, у них появились заводы. А также они вкачали ратушу до третьего уровня. Коммунисты также начали строить заводы. И это на самом деле забавно, учитывая, что у них до сих пор есть дома второго и третьего уровня. А ратуши вообще первого. Хоть коммунисты и получили черту гений вначале, но белорусы почему-то их опережают вообще во всем. Они самые первые возвели высотку, а сейчас я заметил на их территории первый торговый центр. А на границе с коммунистами они возвели бункер и сторожевую башню. Прокаченная казарма в несколько раз увеличивает военный потенциал. Она позволяет создавать уникальные гавалерийские дивизии, которые, судя по гражданской войне в США, безумно сильные. Короче, они явно готовятся к войне, это в принципе неудивительно. Век войн продолжается. К 75-му году Туркменистан объявил войну коммунистам. Первые дивизии уже двинулись к границе. Их встречают две располаги коммунистов и просто не дают им пройти вглубь своей территории. Казалось мне изначально, но все-таки одно поселение Кавказ себе забирает. Не забываем, что оно состоит в альянсе с Туркменистаном. Они продвигаются даже еще глубже и захватывают еще одно поселение. Причем даже без особых разрушений и сопротивления. Видимо, разведка коммунистов такого явно не ожидала. У Туркменистана довольно большое количество дивизий. Как я и показывал раньше, все они вооружены либо винтовками, либо вот ППШ, например. У них даже пулеметы есть. У коммунистов, конечно, тоже имеется огнестрел. Но модернизацию они завершить не успели. Из-за чего есть вот такие индивидуумы, бегающие с деревянным мечом. В ходе процент капитуляции у марксистов больше, но Туркменистан в этой войне несет колоссальные потери. Но на начало войны, на секундочку, их популяция равнялась 1300. А сейчас осталось всего 900. Но пока сесть за цел переговоров, никто желания не изъявил. Коммунисты подтягиваются до дивизии, начинают штурмовать захваченные провинции, успешно возвращая часть некоторых поселений. Кавказ снова пытается вернуть эту провинцию, но они отправили сюда почему только одного бойца. Очевидно, успехом эта вылазка не закончится. На Восточном фронте тоже приятная картина для коммунистов. Они отбили свою провинцию Туркменистана и двигаются дальше. В принципе, начавшаяся деоккупация вроде как продолжается. Самое поселение в центре республики коммунистов было полностью уничтожено. Даже несмотря на боевые действия, они продолжают развиваться. На их территории начали появляться первые высотки. Длинули одну свою дивизию в столицу Кавказа и успешно ее захватили. Еще одно поселение было уничтожено. На этот раз на Восточной линии соприкосновения. А следом за ней пало еще одно поселение. Вообще сейчас территория коммунистов напоминает мини-центральную Россию. Скорее даже союзное государство. В 86-м Беларусь вспыхнуло восстание. БКБшники принимают решение отделиться. Ленинградская область, Карелия, Архангельская область, а также Ненинский автономный округ оказываются под их контролем. Беларусь, конечно, так просто это не оставит. Пять своих дивизий они направляют на территорию восставших. Первые столкновения происходят на границе. Начинают загонять артиллерию на территорию восставших. В итоге вся их территория в огне. Они успешно возвращают Ленинградскую область, уничтожают вражеский флот и двигают свои дивизии дальше. Успешно уничтожают ратушу и даже жилые дома. Видимо, они следуют тактике выжженной земли. Артиллерия действительно бог войны. Они выстрелили всего несколько раз, но практически все, поселение уже сгорело. Беларусь, кстати, присоединилась к Союзу. Но благо это произошло после объявления войны. Ведь если бы к войне присоединилась и Беларусь, то коммунистов бы просто раздавили. Они вновь потеряли поселение, которое до этого так усиленно отбивали. И что будет дальше, пока сказать сложно. Ведь Туркменистан направил три своей дивизии в еще одно поселение коммунистов. И так как здесь не стояла Красная Армия, они моментально захватывают это поселение. По итогу война закончилась, а следом и король Туркменистана помер. Коммунисты потеряли две свои восточные провинции, но зато обзаявились новыми южными. Зато дополнительный выход к морю. Может они здесь хлопок выращивать будут, кто его знает. Но популяция Кавказа с Туркменистаном значительно сократилась. А лидером по населению по-прежнему является Беларусь. Они имеют скорость получения знаний 12,3, уровень культуры 89, изучили броню, артиллерию, ракеты малой дальности, баллистические ракеты большой дальности, самолеты типа Стелс, огромное количество материалов. Ну и что самое главное, они изучили все шесть редких знаний. Среди них знания предков, ремесло броника, герои, путь жизни, оружейное дело и контроль третьего уровня. Коммунисты, к сожалению, потеряли свою культуру. По итогу сейчас они имеют культуру России. Получение знаний 2,5, а уровень культуры 66. Они также изучили броню, артиллерию, кавалерию, огнестрел, дома шестого уровня и тоже шесть редких знаний. Это знания предков, ремесло броника, стратегия защиты, герои, путь жизни и оружейное дело. Туркменистан имеет получение знаний 3,8, а уровень культуры 89. Они изучили получение знаний третьего уровня, тоже изучили броню и артиллерию, ракеты малой дальности, изучили ядерное оружие. Коммунисты вместе с Туркменистаном и Кавказом воюют против Беларуси. В это же время в Беларуси произошло восстание голубых. Беларусь уже потеряла два поселения. Стало совсем маленькое поселение, которое в скором времени было захвачено. Коммунисты объявили войну Кавказу и захватили уже два их поселения. В итоге Кавказ оказался между молотом и наковальней. Это просто, это что это такое? Остались лишь коммунисты и Туркменистан. И Туркменистан пал под натиском коммунистов. Всем большое спасибо за просмотр, пишите свои идеи в комментариях, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока!